Пацаны, извините. Мы не очень созданы для моногамных отношений с точки зрения биологии. Значит, это вообще миф про вагинальный оргазм? То есть все женщины полноценные? Наше представление о сексе во многом сформировано порнографией. Но мечта-то остаётся. Если сравнивать в головке клитора порядка 10 тысяч нервных окончаний, в головке пениса около 4. Мужские измены. Я всегда говорю, что на мужчинах создатель сэкономил. На свете есть эти всё-таки где-то невероятные половые гиданты? Ну, как бы, да, есть фильмы для взрослых. Это фантастические фильмы. То есть, если она молодая, что она хотела? Если она пожилая, то как бы... Что она ещё хочет? А климакс? А что климакс? Добрый день. С вами программа «Самопознание». И сегодня у нас крайне интересная гостья и крайне интересная тема. Наталья Фомичёва, консультант по сексуальным отношениям. И будем говорить о сексе. Наташа, почему вы когда-то избрали вообще вот это направление, сексуальные отношения, стали на них обращать внимание? На самом деле, это же не единственное направление. Я когда выбирала специализацию, мне очень хотелось заниматься вопросами психологии, как они влияют на физическое здоровье. И я получала специализацию именно в рамках психотерапии и психосоматических расстройств. А там обнаружилось, что, во-первых, сексуальность так или иначе связана с нашим здоровьем, а во-вторых, ещё и пищевое поведение. Поэтому у меня вот еда, тело и секс. Это три таких... Кита. Кита, да, на которых зиждется здоровье и психическая устойчивость. Давайте начнём с неожиданного парадокса. Особенно в век, когда секс стал являться главным двигателем продаж всех. Что секс на самом деле не такую уж важную роль играет в нашей жизни, как нам пытаются это внедрить в сознание. Что вполне себе можно себе представить, что люди живут без секса, и это тоже вариант нормы и так далее, и так далее. Нам очень долго пытались продать идею, что секс – это физиологическая потребность. Да. И это на самом деле не просто неправильно, это ведь ещё и опасно, потому что физиологическую потребность нужно удовлетворять. И история о том, что человек не может без секса, и ради этого можно идти даже на какие-то, например, преступления против личности, это то, что звучало очень долго и на самом деле продолжает до сих пор звучать. А на самом деле наша сексуальность, это всё-таки больше относится к психике. И вообще наша сексуальность и направленность сексуального желания – это про желание познания нового, и секс играет очень большую роль в поддержании отношений. Поэтому это сфера именно коммуникации, это сфера взаимодействия с другим, просто вот в такой вот форме. Есть люди, которые любят общаться, есть люди, которые общаться не любят. И в контексте этого действительно у всех очень разный уровень влечения, желания, фантазий. Более того, этот уровень может меняться в течение жизни. Мы можем вспомнить себя в 20 лет, и после рождения первенца, в первые 4 месяца, ну какой там секс? Ну то есть, условно говоря, мужчина или женщина, у которых год нет вообще никакого сексуального партнёра – это вполне себе вариант нормы, ничего такого. И как любят, например, подружки говорить друг другу, для здоровья надо хотя бы и так далее. Это всё фигня? Для здоровья есть собственные руки и большое количество приспособлений. То есть, именно с физическим здоровьем сексуальное взаимодействие мало связано. И понятно, что когда мы болеем, наша сексуальность уходит куда-то под плинтус, но в целом вот идея, что надо заниматься сексом для здоровья – нет. Для здоровья надо чистить зубы, ходить 10 тысяч шагов в день и чаще бывать на свежем воздухе, хорошо спать. Тысяч внесу свою, как бы, камешек маленький, но не в ваш огород, а в целом. Про 10 тысяч сказали враньё недавно. Да, да, я тоже слышала. Сказали, можно даже и 5 тысяч. Главное, ходить просто, а не обязательно 10 тысяч ровно. Ну, людям нужны вехи. А что мы скажем про инстинкт размножения тогда, если вы говорите, что секс – это вовсе не такая уж наша физиологическая потребность? А как же, мол, тогда дети рождаться будут? С точки зрения биологии у человека нет инстинктов. Инстинкт – это запрограммированное поведение, которое неотменяемо. Вот у пчелы есть инстинкт. Она вылетела из уля, и у неё нет раздумий про то, полететь мне, собрать нектар или заняться философскими размышлениями на берегу пруда, на кувшинке. У человека есть. Поэтому если бы у нас был инстинкт размножения, у нас бы у всех были дети всегда. При этом мы видим, что человек может выбрать, например, отказаться от деторождения. Это наше приобретение в развитии, потому что я думаю, что в древние времена, наверное, у нас не было выбора. Наверное, у всех были дети. Был. У нас это не приобретение в контексте прогресса человечества, это эволюционное приобретение. Чем сложнее психика, тем меньше инстинктивных программ. У нас сохранились рефлексы, поэтому мы отдёргиваем руку от горячего раньше, чем успеваем вообще сообразить. Это рефлекторное поведение. А вот как таковых в строгом биологическом определении инстинктов у человека нет. Поэтому у нас есть суициды. Если бы у человека был инстинкт самосохранения, суицидов бы не было. Это неотменяемая программа. И, собственно, здесь история про деторождение, она тоже про то, что надо рожать, передавать фамилию, наследников и так далее. Это скорее социальные требования. У нас есть собственные психологические потребности, нам хочется реализовать, например, какие-то родительские функции. Но это не инстинкт. Боже, как интересно. Короче, любовь не равна сексу. Секс – это не инстинкт, а отношение. И это скорее даже ещё какой-то комплекс наших социальной какой-то нормы, наших желаний, познания друг друга или непознания. Потрясающе. Много ли вы знаете супружеских пар, которые вообще обходятся без секса? Достаточно. Я бы говорила, опять же, понятно, что люди, у которых вообще всё хорошо, они ко мне не приходят. Но варианты, когда нет вообще секса в паре, и люди к этому адаптируются, и у них нет здесь в этом месте дискомфорта, то есть они эмоционально очень друг к другу привязаны, они близки, у них общие интересы. Но при этом сексуальные отношения крайне эпизодические. По моим прикидкам, это процентов 30, когда мы говорим о парах со стажем от 5 лет. Но нужно понимать, что это не строгая статистика, это мои наблюдения из практики. Но с ума сойти, при том, в каком мы агрессивном живём, так сказать, окружении со всех сторон, это, ну, самому себе просто любопытная цифра. И они страдают больше от того, что вокруг есть вот это давление, они начинают задумываться о том, что с ними что-то не так. Хотя, если бы они об этом не задумывались, возможно, у них как раз-таки сексуальные отношения были бы чаще. Ведь наша тревога очень подавляет желания. Когда к вам обращается, скажем, пара с тем, что сексуальное желание вообще умерло, и есть такое тоже представление о том, что если секс уже умер, то его не восстановят, что всё, только, так сказать, искать других партнёров, надо разбегаться, потому что это, ну, главное, что ли, цемент. Когда ко мне обращаются пары и говорят, что они не хотят секса, первый вопрос, который я задаю, вы не хотите секса вообще для того, который у вас есть. Потому что, к сожалению, у нас в целом очень низкий уровень сексуальной культуры, и для многих пар говорить о сексе – это как-то не очень приемлемо. Вот есть этот миф о том, что если люди друг друга любят, у них всё будет получаться без слов. Как-то само собой наладится. Да, но это не так, поскольку наше сексуальное взаимодействие – это общение, там должен быть язык, там нужно разговаривать. И вот здесь мы говорим о том, что, во-первых, многие пары действительно встречаются с тем, что когда вот эти гормоны, химия идут на спад, оказывается, что дальше нужно выяснять, что кому нравится, как кто хочет, что для кого приемлемо, что неприемлемо. А людям стыдно говорить о сексе, им кажется, что это как-то очень неправильно. И здесь начинает возникать избегание. Раз нам сложно об этом говорить, давайте вообще тогда закроем эту тему. Конечно, его нет. Да. Плюс есть ещё такой момент, связанный с накоплением конфликтов, обид в других сферах. И вот эти вот непроговоренные чувства, они тоже будут мешать сексуальному желанию. Ну и, наконец, у нас существует стадия развития пары. У нас об этом как-то не принято говорить. Но все пары проходят период. Сначала они в симбиозе, они слились в одно целое, они друг друга мысли читают, чувствуют на расстоянии и обнаруживают постоянно кармические совпадения. Нам суждено было встретиться. А дальше начинается следующая стадия дифференциации. Точно так же, как маленький ребёнок в какой-то момент встаёт на ножки и начинает уходить от мамы, пары начинают увеличивать дистанцию. И это всего лишь стадия. Но многие люди воспринимают это как конец любви. И вот на этой стадии действительно секс становится реже. Для чего? Цель этой стадии – обнаружить различия друг в друге, чтобы заново потом сойтись, вернуться и посмотреть, а кто я в отношениях, а какой я партнёр. То есть разводы случаются вот обычно в этот момент, когда пара начинает расходиться? Чаще всего, да. И они потом находят эти люди других партнёров, хотя на самом деле могли бы оставаться с тем же партнёром. Так начинаются отношения с другим человеком опять симбиоза. И кажется, что вот она, эта любовь, которую я так искала всю жизнь. А потом и с другим человеком тоже будет период расхождения. Конечно. Да. Давайте коснёмся этой темы, про которую вы начали говорить, что люди не очень умеют разговаривать про секс друг с другом и вообще не очень, наверное, умеют разговаривать в целом. В русском языке очень мало слов, которые обозначают как половые органы приличных слов, так и сам процесс происходящий между заниматься любовью. Это мы, в общем-то, позаимствовали там в английском языке. Это наша русская проблема и с чем она связана? Это наша русская проблема. У нас либо мат, либо медицина. Хорошая такая дихотомия, да. Либо детский сад ещё, вот как дети в песочнице называют. Да-да-да. Возможно, связано с тем, что у нас в целом долго же это всё было, в принципе, под таким запретом обсуждения. Язык, он же живой, он подстраивается под... Под запретом какой вы имеете в виду период? Ну, у нас в целом, вот если говорить про Советский Союз, там практически не было работ, начиная с 30-х годов. С этим я соглашусь, хотя мы можем коснуться того, что на заре как раз вместе с революцией, да, и это тоже очень интересный процесс, что революция шагает всегда рядышком с сексуальной революцией. Но к советскому периоду мы не очень можем, мне кажется, апеллировать, потому что язык-то гораздо древнее, а слов нет. Слова же всё равно приходят-уходят. И если посмотреть, как вот каждая эпоха имеет какие-то свои обозначения, если мы посмотрим там 19 век, те же самые романы, там же есть использование лексики, которая именно такая любовно-эротическая. У нас же в советское время как раз-таки весь секс ушёл в медицину. Что такое сексология как медицинская специальность? Это специализация врачей-психиатров. Секс патологизировался. То есть был врач-сексопатолог, который занимался изучением того, как... Отклонением. Да, отклонением. Просто про нормальный секс специалистов не было. Как мы с этим сейчас справляемся? Мы что-то накапливаем, какую-то новую... Мы пытаемся просвещать и нормализовывать хотя бы официальные названия гениталий, чтобы при слове клитор люди не обрушались в пыль, да, и им не казалось, что произошло что-то ужасное. А почему вы назвали именно клитор? Женщины больше обрушиваются в пыль, неже мужчины. Женская сексуальность вообще очень долго находилась под запретом. Это даже не Советский Союз. В 1889 году вышла работа врача-психиатра, где как раз женская сексуальность объясняла причины заболеваний женщин. То есть вот женщина болеет, потому что у неё либидо, потому что у неё влечение. И сексуальность очень долгое время рассматривалась как, ну, женская именно. На грани порока и нездоровья. И поэтому у нас женщины очень часто вообще мало в курсе про то, как они устроены. И это мировая история. Женская сексуальность не так, как мы подразумеваем здесь, в России, в которой слов у нас маловато, а в мире так. Любую книгу, если взять, вот по сексологии, там, за последние 20 лет учебники по мужской сексуальности вот такие. Физиология, анатомия мужской сексуальности по женской, вот такие. Первое УЗИ изображения стимулированного клитора было получено в 2003 году. Так, чем мы объясним это? Во-первых, спасибо Дарвину и Фрейду, потому что Дарвин считал, что женский оргазм это какой-то побочный продукт эволюции. Какой же? Смотрите, клитор сам по себе, он нефункционален. Его единственная функция – это как раз-таки участвовать в разрядке, в эргостическом рефлексе. Так он же как бы, вроде бы, клитор – это как бы недоразвитый, то, что у мальчиков потом становятся членом, собственно. Я хочу заметить, что клитор в длине может достигать 20 сантиметров. Поэтому кто-то ещё недоразвитый. А, то есть мы ещё и можем побороться, между прочим. Тоже. Если, ну, мы берём целиком длину от капюшона до конца ножек, там до 20 сантиметров вполне может достигать так, что недоразвитый. Но у мужчины половой орган, он многофункционален. Это и функция оплодотворения, и как раз-таки удовольствие и разрядка, и мочеиспускание. Ну, я всегда говорю, что на мужчинах создатель сэкономил. Там три в одном. А женщине выдали отдельный орган. Зачем он? Женщина забеременеть может без того, чтобы испытать оргазм? Может. Поэтому было непонятно специалистам по эволюции, зачем это всё нужно. Потом появился Фрейд. Который вроде бы. Который сказал о том, что если женщина испытывает клиторальный оргазм, это женщина незрелая. Все стремимся к вагинальному оргазму, дружной толпой туда идём. То, что женщина может физиологически не достигать оргазма при стимуляции вагины, потому что у неё клитор выше анатомически расположен, а есть в сексологии правило большого пальца. Если на 2,5 сантиметра и выше клитор головка отстоит от входа во влагалище, не получится через вагинальную стимуляцию ничего достичь, потому что, ну, как бы ножки высоко. То есть, короче, подождите, я сейчас хочу разобраться. Значит, это вообще миф про вагинальный оргазм? Конечно. То есть, он бывает единственным, клиторальным? Да. То есть, все женщины полноценные? Да. А не то, чтобы как бы, эх, и не знаю я до сих пор, что такое? А если сравнивать, в головке клитора порядка 10 тысяч нервных окончаний, в головке пениса около 4 тысяч. Пацаны, извините. Поэтому женщины физиологически не то, что способны, это неотъемлемая составляющая. Опять же, эксперименты показывают, что женщине нужно, если мы говорим только о физиологической стимуляции, вот стимуляция пошла, по волокнам пошёл импульс в мозг, и случился оргазм, это же рефлекс, случился рефлекторный ответ. От 30 секунд до полутора минут нужно. Всё. Откуда такое огромное количество женщин, которые сталкиваются со сложностями? Это культуральная история. Женщине запрещают для себя исследовать. Ну, у нас девочкам нельзя, по рукам же бьют. Нельзя испытывать желание, нельзя демонстрировать, что ты сексуально активна. И здесь уже среда, культура, они как раз-таки накладывают ограничения. К женщинам вернёмся чуть попозже. Хочу сейчас про мужчин поговорить, а потом снова к женщинам. Но перед тем, как закроем время на тему женщин, хочу спросить, но есть такое впечатление, что вроде бы в сегодняшнем обществе, или это может быть только в столичных городах, может быть, я ошибаюсь, но вроде как уже хотеть женщине не так, чтобы стыдно. Мне кажется, это вот такой информационный пузырь. Вот мы общаемся там в какой-то одной сфере, где да, там получили люди хорошее образование, интересуются. И вроде как нам кажется, что вот и в основном они такие. У меня много проектов по регионам. Когда приезжаешь, сразу вот эти розовые очки откладываются на полочку. Мне вот не так давно жаловался мужчина на глубокое переживание чувства вины. Ребёнок родился у него с гематомой на лбу. Мужчина переживал, что он сексом, они с женой в беременность занимались. Он набил ребёнку шишку на лоб. Высшее образование при этом присутствует. У нас тема под запретом. Обсуждать анатомию, физиологию нельзя у людей. Даже анатомию и физиологию. У людей такие пробелы, но при этом они грамотные, образованные, но здесь вот прям бермудский треугольник, а слепые авиазоны. Давайте поговорим сейчас о мужчинах и о мифах, которые есть про секс и про мужчин. Первый миф, который распространён у женщин, был, может быть, я уже устарела со своими мифами, но хочу спросить. Логика такая, что им всем только этого и надо. Мужчины разные. Для мужчин, в отличие от женщин, сексуальность не то чтобы под запретом, она ещё и стимулируется. И вот это, опять же, история про соревновательность, которая навязывается общественными нормами, и инструментальность. Мужчина должен подтверждать, что он в сексе отличник, у него должно быть много партнёрш, он должен уметь долго заниматься сексом, часто, и при этом ещё сексуальное желание у него должно возникать вот так, по щелчку пальцев. То есть мужчина – это такой, значит, автомат у нас. Робот немножко такой, да. И это, опять же, это история не про биологию, это история про то, что нужно занимать какое-то место в иерархии. И эту иерархию в том числе нужно подтверждать размером, да, почему у нас многие мужчины озабочены, настолько озабочены, что у нас в сексологии есть диагноз дисморфия полового члена. Это стойкое недовольство видом, формой, размерами именно полового органа. А, то есть вот женщина в зеркале отражается целиком и говорит, тут у меня что-то бёдра, тут у меня, значит, что-то грудь не такого, а мужчина, значит, там разглядывает с утра до вечера. Некоторые. Не с утра до вечера, но, скажем так, бывают очень сильно встревоженные, зацикленные, вплоть до того, что идут на какие-то хирургические вмешательства, чтобы всё это изменить. Но вот у меня больше мой вопрос, очень всё интересно, но мой вопрос был адресован ещё и тому, что мне кажется, что далеко не всегда мужчина гонится, собственно говоря, только за сексом, потому что для него это тоже в некотором смысле экзамен и довольно тревожная, так сказать, история завоёвывать или получить отказ. И поэтому это вообще какая-то очень странная идея, как бы им только этого надо. Эта идея мало того, что странная, она ещё и входит в очень такое сильное противоречие с другим гендерным стереотипом. У нас же есть разделение, что у нас мужчина рациональный, а женщина эмоциональный. И получается, что мужчина – это такой рациональный, рассудочный, чуждый эмоциям человек, который видит женщину, у него приливает кровь и отливает от головы, и он перестаёт соображать. Кажется, есть какое-то противоречие в этом всём. Важно ли мужчине доставить удовольствие женщине? Опять же, мужчины разные. У нас сейчас начинает уже развиваться идея о том, что да, в сексуальном взаимодействии удовольствие должно быть для всех присутствующих, принимающих участие. То есть это социальная норма в большей степени, нежели, так сказать, какое-то для мужчины подтверждение, что он достойный партнёр, что эта женщина его полюбит и так далее. То есть есть ли у него эта цель как бы бессознательная, понравится? Вообще специалисты, которые занимаются эволюционной сексологией, есть такое направление, которое изучает, как сексуальные взаимоотношения менялись с зари человечества. Они говорят о том, что у нас сексуальное удовольствие в паре – это одна из важных составляющих привязанности. И есть гипотеза, у многих млекопитающих есть пенисная кость, бакулюс. У человека нет. Почему? Ведь это то, что обеспечивает тебе возможность пенетрации в любом состоянии. Вот у тебя есть кость и всё. И эволюционисты некоторые придерживаются гипотезы, что как раз-таки это и утратилось, потому что стало важным эмоциональное возбуждение. Не с любой женщиной я могу, а с той, которая вызывает у меня эмоциональный отклик. И получается, что это с двух сторон. Женское удовольствие привязывает женщину к мужчине. Мужское эмоциональное возбуждение играет роль для привязанности. В паре это важно. Почему? Потому что ребёнку нужны родители хотя бы первые три года. И вот здесь считается, что это даже не совсем социальная, а такая эволюционная штука, которая удерживает партнёрские отношения. Это потрясающе, что ещё раз подтверждает нам идею, что секс – это про отношения, а не про физиологию, инстинкт и даже не про страсть в итоге. Вы, поскольку сталкиваетесь с обращениями к вам, людей, у которых есть проблемы, с какими проблемами чаще всего приходят мужчины? Мужчины приходят с тревогой. Есть понятие синдром тревожного ожидания, сексуальная неудача. Естественно, когда мы тревожимся, у нас активируется симпатический отдел нервной системы, и все процессы возбуждения сексуального прекращаются, потому что не время. И человек попадает просто в замкнутый круг. Он тревожится, что у него не получится, у него действительно не получается, в следующий раз он тревожится ещё больше. И вторая история – это как раз-таки про то, что у нас же стресс очень негативно влияет на либидо. И вот эта вот идея того, что со мной что-то не так, если я работаю 24 часа в сутки, потом вечерами выпиваю бутылку коньяка, за день выкуриваю пачку сигарет, и что-то у меня стало плоховато с сексом, наверное, что-то не то. Ну, конечно, не то. Вот весь вот этот вот стресс, с ним надо работать, а с сексом здесь работать бесполезно. А что мешает в сексе, вот если мы говорим про пары? Если начинать с родительских фигур, как говорил один психоаналитик Винни Кот, женятся не люди, женятся семьи. Мы когда образуем пару, мы привносим туда все наши истории из детства, из того, как строились отношения между родителями, какую модель мы видели, было ли вообще между родителями принят какой-то тактильный контакт. А почему это так важно? Потому что мы это усваиваем в качестве модели. У ребёнка же нет вариантов. Мир такой, каким мне его демонстрируют в семье. Поэтому если папа с мамой друг к другу не прикасаются вообще никогда, ну, откуда взяться этому пониманию? Уже во взрослом возрасте, при переосмыслении, ещё и на психотерапию, если человек пойдёт, там может что-то появиться. Но так в целом мы же, вот детская психика модель усвоила, как есть. Как губка ребёнок всё впитал, только губку отжать легко. А вот из ребёнка уже потом не отожмёшь это всё. И поэтому запреты, какие-то ограничения, наказания, с которыми сталкиваются дети, подростки, когда они начинают исследовать сексуальность, они это потом всё тащат во взрослые отношения. И здесь мы много работаем, опять же, с теми запретами, которые сидят очень глубоко. То есть это не значит, что родитель когда-то что-то прямо сказал, что вот ты так не делай, или там делай, или как тебе не стыдно, и так далее. Это даже какая-то невербальная информация, которая усваивается в семье, что тактильность это в целом какая-то лучше не показывают, и так далее. Да. Дети учатся через наблюдение. Можно повторять ребёнку много раз одно и то же, но он усвоит то, что он видит, а не то, что он слышит. И поэтому в семьях, где тактильность под запретом, потом взрослым выходцам из этой семьи сложно вообще быть тактильными. Так, понятно, я поняла, что такое родительская фигура в данном случае, которая может препятствовать. А что касается сексуального насилия, насколько его много? Если мы рассматриваем насилие более широко, не изнасилование как принудительный половой контакт с проникновением, а действие сексуального характера, какое-то вовлечение ребёнка, столкновение ребёнка. У нас есть понятие «свидетель». Когда ребёнок, например, родители порнографию смотрят, и ребёнок при этом присутствует в той же комнате. Люди живут в однокомнатной квартире. Или родители сексом занимаются, ребёнок слышит. То в целом речь идёт где-то примерно о 80%. Вообще, когда мы пережили травму, у нас в дальнейшем любые стимулы, которые с этой травмой связаны, они вновь поднимают все вот эти чувства ужаса, беспомощности, ярости, всё, что там человек переживал. А давайте немножко углубимся тогда в то, чего вы коснулись. Если дети видели, наблюдали или слышали сексуальный контакт своих родителей, чем это опасно для ребёнка, если он становится свидетелем сексуального контакта родителей? Развитие сексуальности должно быть постепенное. Дети начинают с исследования себя в три года, потом они смотрят, как это у других, играют в докторов и так далее. Там есть интерес, есть на самом деле какое-то удовольствие. Почему у детей есть мастурбационные игры? Ну, потому что, правда, приятные. Но разрядки ещё нет. Такой вот полномасштабной, именно связанной с сексуальным окрашиванием. Когда детская незрелая психика, не готовая переработать эту информацию, встречается с тем, что родители, вот они что-то делают, у них две реакции. Это страх и стыд. Они либо пугаются, потому что они воспринимают это как акт агрессии какой-то. Они не понимают, что происходит, ну, наверное, что-то плохое. Ребёнку особо некуда с этим пойти, а дальше появляется условный рефлекс, что секс – это про стыд, или секс – это про страх. И поэтому во взрослом возрасте эти чувства могут начинать проявляться. Давайте снова вернёмся к мужчинам, которых я пытаюсь разобраться, как бы в михах, которые у нас есть на этот счёт, про мужские измены. У женщин это очень точно склеено как бы с комплексом относительно себя, то есть я какая-то не такая, если муж мне изменяет. А какие есть ещё другие сценарии измен для расширения горизонтов? Во-первых, я хочу сказать, что изменяют не только мужчин, но и женщины. И это тоже у нас любимый миф про то, что у нас мужчины полигамные, женщины моногамные. Как интересно, в одном биологическом виде реализуется двух противоположных сценариев. Так не бывает. Мы не очень созданы для моногамных отношений с точки зрения биологии. И если бы мы с точки зрения природы были бы моногамным видом, у нас бы не было столько измен. У нас вообще физиологическое возбуждение и у мужчин, и у женщин. На нового партнёра сильнее. У женщин просто тревоги больше, потому что, опять же, риски больше. Можно забеременеть, можно опять же попасть в ситуацию насилия, можно опозориться, потому что у нас, если мужчина изменяет, то он герой и молодец, а вот женщины уже нет. Да, прямо скажем. Слушайте, а значит, разговор мужчин, который говорит, ну да, было, но люблю только тебя, это всё запросто так оно и может быть. Эмоциональная привязанность, может быть, именно со своей супругой. И да, вот что-то вот. Я клиентов часто прошу сделать упражнение, написать слово «любовь» большими буквами на листе, написать туда ассоциации, которые с этим словом есть. Потом написать слово «секс» и сделать то же самое, написать ассоциации, а потом написать слово «брак» и написать ассоциации к слову «брак». А потом спрашиваю, у вас есть в браке ассоциации «секс», «любовь», а в слове «любовь» есть у вас ассоциация «брак»? У нас разнесены эти понятия, они где-то пересекаются, а где-то нет. И поэтому, да, бывает ситуация, когда есть эмоциональная привязанность к одному человеку, сексуальное желание к другому. Бывает ситуация, когда у нас эмоциональная привязанность к двум людям. И поэтому в целом мужчины могут изменять и по этим причинам. Но опять-таки, так как нам общество мужчинам транслирует, что ты существуешь, пока ты можешь в сексе, некоторые мужчины начинают прямо вот ближе к 50 годам беспокоиться про то, они вообще ещё как мужчины существуют, и там идёт такая проверочная измена. Я вообще как бы, как я могу ещё претендовать на то, что я живой? То есть это вообще не та измена, на которую бы стоило обращать внимание, я бы так сказала. То есть это он занимается исследованием своей физиологии? Я считаю, что измена является проблемой, потому что это нарушение договорённостей. А договорённости на самом деле нужно пересматривать. Те договорённости, с которыми мы заходили в отношения, в состоянии влюблённости и симбиоза, ну, могут через два года утратить свою актуальность. Поэтому нужно разговаривать, нужно садиться, условно говоря, каждый год за стол, говорить, какие у нас границы пары, о чём мы договариваемся. Я думаю, мало найдётся женщин, которые захотят пересмотреть договорённости. Мужчины, я думаю, наверное, да. А вы знаете, у меня есть в практике пары, которые открывают брак, а потом мужчины приходят жаловаться, потому что они открыли барак для отношений свободных, и в результате у жены сразу выстроилась очередь, перед подъездом. А мужчина как бы так и сидит и ждёт, и говорит, а зачем я вот это вот сделал? Я-то думал, у меня будет всё хорошо. Это смешно и неожиданно. Слушайте, но измена – это про самоутверждение чаще, чем про то, что есть реальный какой-то сумасшедший интерес к другому человеку? Измена нередко про тревогу. Нас любят или не любят? А может быть, уже перестали? А вот точно ли всё хорошо? И тревога часто толкает нас на то, чтобы найти ещё какое-то подтверждение тому, что да, мы нужны, мы значимы, и нас любят. Если говорить про какую-то случайность, вот эта история, что люди случайно занимаются сексом, мне всегда это очень смешно представлять, но тем не менее, да, по исследованиям мотивации для секса у мужчин чаще, чем у женщин, является формулировкой «просто представился случай». Ну, то есть вот возникла возможность. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Никто не был против. Одни и голые, да, ну как бы, а что ещё тут делать? Поэтому в целом есть и такая история, да, и она там не про тревогу, она про то, что вот возможность возникла, люди ею воспользовались. А что вы скажете про ситуацию, когда мужчина в браке, в сексуальной сфере теряет полностью интерес, и вообще даже испытывает половой бессилие именно в браке, а на стороне прям всё прекрасно. Почему? Есть очень хорошая книга Эстер Перель «Размножение в неволе», где она как раз очень много исследует вот эту тему, как действительно моногамные отношения угнетают любида. И приходит к выводу, что для женщин это даже ещё сильнее угнетает, чем для мужчин. Но в целом, опять-таки, да, факт новизны, он даже подтверждён физиологически. При сексуальном контакте с новой партнёршей у мужчин в эякуляте будет больше активных сперматозоидов. Но при этом я считаю, что, опять же, большая сложность у нас именно в паре заключается в том, что люди про секс не разговаривают, и в паре секс надо планировать. Вообще, как бы, это тоже такой миф, что прекрасный секс, он всегда спонтанен. Он спонтанен, если люди живут отдельно и эпизодически встречаются. Когда люди начинают жить вместе, у них быт, ипотека, собака, которую надо выгулить, дети, которых нужно куда-то деть. Это всё надо планировать. И планировать, ну, не конкретно секс, что вот мы там в 9.05 начинаем, да, в 9.12 заканчиваем. Планировать время друг для друга, посвящать его. А в быту это исчезает. И поэтому, да, вслед за этим подтягивается физиология. И поскольку этого нет, то и организм говорит, ну, и не надо. А тут появляется новый партнёр, с которым вот эти все фейерверки. Конечно, туда либидо направится. Хорошо, что мы коснулись вот этого в 9.05 и 9.12. А время, которое вы обозначили, это ещё один миф относительно или нет, или правда. Потому что, может быть, есть масса мужчин, которые потому и соревнуются, и, так сказать, всё время находятся в такой доказательности, думая, что на свете есть эти всё-таки где-то, эти невероятные половые гиганты, которые способны по 10 половых актов за ночь, и по 3 часа каждый. Многим женщинам-то это и не нужно, на самом деле. Но мечта-то остаётся. Наше представление о сексе во многом сформировано порнографией, где действительно заданы вот эти вот нереалистичные ожидания. Кстати, интересно, с точки зрения культуры, есть племена, где если мужчина продолжает фрикции дольше 30 секунд, его считают ненормальным. Но он будет прям посмешищем. На него будут показывать пальцем. Это где такие племена? В Африке? Новая Зеландия, вот там вот, где сохранились ещё такие племенные. То есть надо быстро детей делать как-то? Задерживаться нельзя. У женщины за один плавак должно пройти несколько партнёров. Ах, вот что. Да, поэтому не надо тормозить очередь, в конце концов. А в нашей культуре по-другому. У нас даже есть понятие преждевременная экуляция, ранняя экуляция. Есть, кстати, ретардированная, задержанная экуляция свыше 10 минут. И это как бы считается, ух, да? Это считается нарушением. А. То есть вообще, если смотреть в советскую сексологию, фрикции должны быть от 2 до 10 минут. Вот если меньше лечиться, если больше тоже лечиться. Но мы сейчас по-другому вообще смотрим на всю концепцию сексологическую. Поэтому, конечно, говорим о том, что вопрос в том, чтобы в паре это доставляло удовольствие. И эта идея о том, что половой акт – это прелюдия проникновения оргазм, она тоже очень жёсткая. Она задаёт очень жёсткие рамки. Секс гораздо богаче, чем вот это вот всё. И поэтому здесь, да, мужчины переживают, потому что в первую очередь у них есть в голове вот это правило. Ну, вот как, знаете, в фигурном катании два тулупа, да, три поворота. Да, обязательно программа, да. Вот, обязательно программа должна быть выполнена. Но это вопрос удовольствия в каждой конкретной паре, причём в каждый конкретный момент времени. Сегодня так, а завтра так. Как мужчины оценивают женскую сексуальность? Я имею в виду в контексте того, что делают с собой женщины всё время, чтобы нравиться мужчинам. Затем ли мы следим, условно говоря? Мы же над чем думаем? Чтобы фигура была какая? Чтобы мы были худые, чтобы высокая грудь, чтобы губы побольше. Что ещё делают женщины, думая, что именно так они поддерживают свою сексуальность? Так ли это всё работает? Опять же, признаки, которые мы считываем как сексуальные, они зависят от социума, от социальных норм, которые есть сейчас, идеалы красоты. И от биологии, потому что у нас есть понятие «половой отбор». Как вы думаете, зачем павлином хвост? К признакам полового отбора относятся те признаки, для поддержания которых надо много ресурсов. Огромный павлиний, красивый хвост – это неудобно. Ты с ним более уязвимый. Ещё надо на него питание затрачивать, чтобы его отращивать. Но павлины отращивают. Почему? Потому что самки смотрят. И со временем… И мы тоже, надо сказать, присоединяемся, смотрим на павлина. И со временем эволюции у самок павлинов совершенствуются вот эти вот рецепторы глазные, которые позволяют распознавать богатство цветов. То есть это совместная эволюционная история, это танец. Так. И если мы говорим про признаки полового отбора, которые можно выделить у людей… Давайте. Их на самом деле много. Но сюда относятся, во-первых, речь. А зачем человеку речь? Мы чтобы не выжили, миллионы видов выживают без речевого аппарата прекрасно. Но человеку понадобилась не просто речь, стихи сочинять, романы писать. Это признак полового отбора. Чем богаче речь, тем больше как бы сексуальной привлекательности в глазах окружающих. Потрясающе. Вспомните вечера в XIX веке в салонах поэты, читали стихи, и мы потом в обмороках лежали с нюхательными солями. Так, речь. Что ещё? Искусство, в принципе. То есть способность рисовать, музицировать. Это всё туда же. То, что иконами нашими становятся именно артисты, музыканты. К сожалению, это про то, что они для нас сексуально привлекательны, хотя мы не всегда это распознаёмо именно как сексуальное желание. Потрясающе так. Что касается большой груди. На самом деле, опять же, у каждого человека будет свой набор. Большая грудь сама по себе, она в целом, ну как бы тоже функционально не очень нужна. Детей можно выкормить любым размером груди, мы все это прекрасно знаем. Но визуально большая грудь, она позволяет определить возраст. То есть с возрастом большая грудь опускается, и вот этот вот силуэт, когда грудь большая, и при этом она поднята, это сигнал того, что женщина ещё в фертильном возрасте. Именно поэтому это часто считывается как признак сексуальности. На самом деле, это про то, что вот она там может ещё родить. Не выкормить, а именно родить. Ну и туда же все эти истории про соотношение талии и бёдер. Худоба? В целом худоба скорее культурная история, потому что это не то, что позволяет хорошо вынашивать, рожать. Худоба зачастую сопряжена с низким уровнем эстрогенов, в принципе, ну вот если женщина действительно целенаправленно худеет. Женщины вообще, которые хотят похудеть, и у которых есть комплексы по поводу того, как они выглядят внешне, в целом для них секс более сложен, потому что они испытывают больше тревоги на эту тему, и даже во время секса думают над тем, какое производит впечатление на мужчину. Вот я занимаюсь параллельно расстройствами, нарушениями сексуальной сферы и нарушениями пищевого поведения. Я не видела ни одного пациента и ни одну пациентку с нарушением пищевого поведения, у кого бы не было проблем в сексе. Да вы что? Вот в обратную сторону видела. Могут быть сложности в сексуальном функционировании, но с едой отношения нормальные. Но где нарушены отношения с едой и телом, сексуальность тоже будет травмирована, потому что наше восприятие себя, то, что в психологии называется образ тела, вот как я себя, как тело ощущаю, какие эмоции к своему телу я испытываю, какие у меня мысли про это есть, как я вообще о себе забочусь. Это неотъемлемая часть сексуальности. И если у меня есть идея о том, что со мной что-то не в порядке, мне срочно нужно что-то с этим делать, и я ещё себя морю голодом, когда мы ограничиваем себя в еде, у нас сексуальное желание снижается, потому что организм считает, что не время мы голодаем, куда тут размножаться ещё. И мозг входит в совершенно другой режим функционирования. И поэтому здесь будут проблемы не то, что с сексом, а с самим переживанием либидо. Просто, как-то кажется, какая-то очень забавная тема, что если мужчина уже испытывает какой-то к тебе интерес, что он уже мужчина и женщина как бы внутри, уже в рамках сексуального контакта, чтобы он прямо тебя как-то особо рассматривал, как бы, хороша ли ты. Ну, если бы мы как бы могли менять какие-то сложные психические процессы через логику, что, ну, вот всё понятно, наверное, если мужчина со мной в одной постели, и у него сейчас есть эрекция, скорее всего, я ему нравлюсь. Да. Как бы, если бы у нас работала логика, нас бы как профессия не существовала. Да, человек ничего не может поделать с собой. Мы с вами уже коснулись тему про полигамию и моногамию, которая угнетает, значит, наш сексуальный интерес, и в том числе и у женщины тоже. Но, тем не менее, так сказать, женщины, мне кажется, не только социумом сдерживаются в вопросах какой-то верности, но это же как-то ещё и продиктовано тем, что надо воспитывать потомство, и воспитывать потомство, ну, удобнее с партнёром. Именно социум сделало так, что женщина более зависима, она не может уйти куда-то в другие отношения, потому что ей надо воспитывать детей. Так дети общие. Почему мужчина может уйти? Ему не надо детей воспитывать, а женщине не надо. Опять же, это не биология, это не природа, это именно социальные условия. А как вы думаете, почему выработалась такая социальная норма? Ну, вообще у нас, опять же, биология, биологических, кто у нас передаёт генетический материал. В отличие от многих биологических видов, где генетический материал передаётся просто самым сильным и самым крупным самцом, который пришёл, всех разогнал, на всех наорал, да, и самку забрал. И вот он передал генетический материал. У человека механизм немножко другой. У нас заложена передача генетического материала через конкуренцию сперматозоидов. А для этого необходимо... Что это значит? Это значит, что чисто биологически необходимо несколько разных вариантов эякулята от разных самцов, чтобы произошла наилучшая с точки зрения генетическая вот эта вот передача. То есть там сперматозоиды между собой дерутся и говорят, кто быстрее... Ну, они не то чтобы дерутся, у яйцеклетки просто есть рецепторный аппарат, который как бы выбирает, какой сперматозоид лучше всего подходит. Именно поэтому, да, опять же, возвращаясь к эволюционной сексологии, у нас изначально вообще один половой акт, он должен быть не одним партнёром. Почему люди издают звуки во время секса? Это же глупо с точки зрения эволюции. Перебегут хищники и сразу поймут, где ты, что ты беззащитен. Вообще это изначально направлено на привлечение всех остальных. У нас как бы конкуренция между самцами, она не физическая, манигорилы, которые дерутся, а она именно вот с точки зрения того, кто лучше установит эмоциональный контакт, с кем будет женщине интереснее и у кого будет более качественная сперма. Оттого и родит. Вот в племенах, которые до сих пор сохранили вот этот первобытный уклад, откуда мы про это знаем, там вот у женщины много разных мужчин. У них есть поверье, что плод, ребёнок, он вот формируется из этой спермы. Вот чем больше было, разный, тем быстрее он там как бы сформируется. И когда ребёнок рождается, все мужчины, которые с этой женщиной были, они его считают своим. Они все отцы, они все о нём заботятся. И в этом контексте, конечно, зачем женщине мучить себя в моногамных отношениях и сидеть там у окошка, ждать, когда он в совещание вернётся. Вот так это устроено. То есть эта социальная норма пришла от... Считается, что из сельского хозяйства. Когда мы перешли от вот этого режима охотники-собиратели к освоению сельского хозяйства, там начали появляться вот эти истории про собственность. Женщина стала собственностью, девственность стала цениться. Опять же... А до этого не ценилась? Нет. Во многих племенах в целом считается, что если с женщиной никто не был, то с ней что-то не то вообще. И считается, что вот этот вот уклад, который вынудил людей на очень тяжёлый физический труд, экономию ресурсов, здесь же появилась эта история, что не надо кормить чужих детей, потому что тебе и так каждый вот этот вот колосок даётся огромным усилием, что это повлияло на появление вот такой вот моногамно-патриархальной семьи. А может ли говорить бездетность и невозможность забеременеть как бы от какого-то мужчины, а от другого женщина беременеет, что это каким-то образом сюда вовлечена какая-то эмоциональная сфера, что это какой-то неконтакт? Вот это как раз для меня скорее про генетический компонент. Долгое время бытовала эта история, что у нас яйцеклетка сидит и ждёт, пока до неё добежит самый активный сперматозоид. Да, а вот это не так? Нет, это не так. Яйцеклетка выбирает. То есть он добежал, она говорит, а ты мне не нравишься. Нет, рецепторный аппарат, если не сошёлся, если они не сошлись с рецепторами, не произойдёт оплодотворение. Но это не значит, что женщина этого мужчину не любила, это не значит, что или он её не любил. То есть эмоциональная сфера – это, как говорится, отдельно, а это отдельно. Я как специалист по психосоматике очень не люблю вот эти линейные связи, что там она его не любит, поэтому у неё не получается от него забеременеть. У нас бы тогда от изнасилования не беременели. А возможно, иногда бывает, есть же понятие, например, галахическое бесплодие. Что это такое? У ортодоксальных евреев сексом можно заниматься только в определённые дни после цикла. И, соответственно, есть женщина с очень коротким циклом. Если цикл 21 день, то они просто никогда не попадают в эвуляцию. И пара бесплодна, но при этом там у всех всё нормально. И это вот пример того, как религиозные нормы будут влиять на, казалось бы, физиологическую функцию. Поговорим о детях. Сегодня, когда всем доступен интернет, нужно ли говорить с детьми о сексе? Нужно. Сейчас как никогда нужно. Почему? У нас первый контакт, к сожалению, первый контакт ребёнка с порнографией – это 7 лет в среднем. Господи, какой ужас. Детская психика, она не готова к этому. То, что дети видят, да, и то, как они это интерпретируют, это оказывает на них очень большое влияние. А что же надо делать? До 7 лет начинать говорить как, о чём, что? Во-первых, мы говорим с детьми о сексе, чтобы у них было понимание, что они с этими вопросами могут к нам приходить. Не пытаться выяснить это где-то в школьной подворотне, где информация будет очень далека от действительности, а вообще прийти и поговорить про то, что я вот видел, например, такое, да, и тогда мы обсудим, что, ну, как бы, да, есть фильмы для взрослых. Это фантастические фильмы, потому что, ну, вот как человек-паук лазит по стенам, ну, точно так же вот то, что происходит там, оно вообще не имеет никакого отношения к действительности. Таким образом, это, мне кажется, очень хорошее выражение. Не только для детей, для большого количества взрослых. Неплохо бы понимать, что порнография – это фантастические фильмы, так. И начиная там с того момента, как дети начинают задавать вопросы, нам нужно на них отвечать. Просто, ну, отвечать в рамках того, про что ребёнок спрашивает. Потому что когда ребёнок в три года спрашивает, откуда он взялся, его же не интересует, в какой позе родители занимались сексом. Да, ну, смотрите, меня сейчас интересует именно вот тот момент, это же действительно, для меня просто ужасающий, так сказать, возраст, в котором ребёнок может столкнуться именно с порнографией, и в таком развернутом варианте. И не надо ему рассказывать, в какой позе его зачали, ну, и не надо говорить, что в Хапусте нашли. А с другой стороны, уже к семи годам он придёт в школу и увидит вообще бог знает что. Вот как в этой дихотомии как бы разобраться и где-то что-то как-то просунуть, какую-то информацию, чтобы он к тебе пришёл, спросил и так далее. Нам очень важно транслировать ребёнку, что, во-первых, у него есть его тело, на этом теле есть интимные зоны, которые там часто так и называются в этих пособиях, зоны трусиков, куда никто не может прикасаться без твоего желания. И, в принципе, доступ к этим зонам, он может быть у родителей или у врача при наличии родителя с твоего как бы вообще согласия. Потому что, ну, по сути, да, дальше мы можем видеть, что ребёнку там в 7 лет эту порнографию показали кто-то там постарше, а дальше его потащили всё это делать. И вот эта вот чёткая позиция – нет, сразу уходи, да, то есть если что-то происходит, ты должен сказать… То есть мы объяснить должны мы с точки зрения безопасности. Да, первое – это безопасность. Второй пункт, про который тоже очень часто забывают, что секс – это то, что происходит между взрослыми людьми по обоюдному согласию и для удовольствия. У нас начинают пугать, да, у нас начинают рассказывать про то, что от секса болезни, беременности и так далее. И я, к сожалению, постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда детей наказывают за то, что они говорят, за то, что они признаются. Признаются в том, что они что-то такое увидели. Или что с ними что-то случилось. Я помню рассказ одной девушки, которую выпороли в 7 лет за то, что мама обнаружила, что её 14-летний брат занимается с ней сексом. Она выпорола девочку за то, что та его разворотила. Поэтому ребёнок должен быть абсолютно уверен в том, что что бы он ни принёс, его здесь примут. И как бы его не будут за это стыдить. Вот это сексуальное воспитание ребёнка, оно строится, исходя из своего спокойствия и стабильности в теме секса и отсутствия собственных неврозов. Но я бы даже сказала ещё вот что. Например, мне кажется, что ребёнку в 7 лет смотреть порнографию, но это травмирующий опыт. И мне бы не хотелось, например... У каждого поколения свои травмы. Да. Но мне бы не хотелось, например, чтобы ребёнок, мой ребёнок составил себе представление об этой прекрасной области жизни по порнографии. Вот как его остановить от этого и сказать ему... Остановить никак. Но, к сожалению, мы не можем оградить детей. Вот мы можем попробовать дать ребёнку какую-то устойчивость. Мы можем рассказать о том, для чего это вообще всё снимается, почему это происходит. Просто дать ему возможность с нами это обсуждать. Поняла. Пойдём к другой теме. Есть мощный стереотип, что мужчина всегда предпочитает в сексуальных отношениях более молодую партнёршу. И во всяком случае, чем старше он становится, тем больше он расположен к молодой. Так ли это? Во-первых, нам даже широкая общественность показывает, что молодые мужчины в том числе выбирают зрелых женщин. На самом деле, опять же, это ведь тоже отчасти история про возможность доминировать. То есть если у меня партнёрша молодая и неопытная, то я автоматически главный. У меня и денег больше, и опыта больше, и вообще я могу с позиции... И в жизни я состоялся. Да, седина рассуждать. Что касается того, что у нас более зрелые женщины, им там условно легче найти партнёра не в России, а там... Ну, вот у меня есть клиентки, кто в Европе, например. Есть одна женщина прекрасная, Е-75 исполнилась. Она, значит, мужа похоронила за 4 года до этого. Потом поставила запрещенный на сегодняшний день в России сайт знакомств. Причём она поставила там фильтр. Значит, до 65, чтобы её старички не беспокоили. Да, после 70. Чего это вдруг? И вот она, значит, там... Ну, она переехала в результате в Европу. У неё там итальянцы, французы. Она со всеми с ними там вступает в отношения, прекрасно себя чувствует. И там нет вопроса к её возрасту. Просто у нас есть этот стереотип про то, что если женщина выходит на пенсию, её сексуальная жизнь тоже заканчивается. Вот прям с получением бензионного удостоверения. Да. А, это стереотип. Секс заканчивается в голове. У нас нет физиологически никаких предпосылок к тому, чтобы прекращать сексуальное взаимодействие. А климакс? А что климакс? Он для чего-то? Климакс – это конец репродуктивной функции. Детей больше не получится зачать. Так это, опять же, почему эта проблема? Но, может быть, из-за этого это возникло? С получением пенсионного удостоверения? Или вообще после 50 жизни нет? Секс, всё, закончилось. У нас много требований. Женщина должна быть худой, молодой, в 50 выглядеть на 19, не иметь складок на теле и так далее. Она должна быть каким-то изображением отфотошопленным. А после 50, ну, вот как-то никак. Можно при этом очень хорошо себя чувствовать и прекрасно выглядеть, и себе нравится, но это не 19. И это неплохо. Но вот этот стереотип, он в том числе вынуждает женщин самих уходить из сексуальной активности. Эта же женщина в первую очередь считает, что с ней уже что-то не так, поэтому ей пора на покой. Но снижение гормональное никак не влияет на сексуальность? Снижение уровня эстрогена в менопаузу влияет следующим образом. Может снижаться количество смазки, и в целом истончаться слизистая. И поэтому врачи-гинекологи прописывают эстроген, содержащий крем местного применения. Используйте, пожалуйста, всё. Опять же, кто сказал, что обязательно нужен проникающий секс? А в целом, как бы, такая странная история, что как раз именно после 50 бывают вот такие половые ситуации, когда женщина проявляется как-то очень особенно смешной она становится, когда она пытается именно проявлять какие-то сексуальные сигналы. Ну и правда, мы можем заметить, что есть такие женщины, которые в возрасте начинают как-то максимально декольте свое выкатывать или там короткие юбки надевать. Это вот с чем связано, как вам кажется? Это связано с тем, что у нас в принципе сексуальность женщины осуждается. Потому что если молодая женщина надевает короткую юбку и декольте, тогда о чём она хотела, что ей все, значит, вслед свистят, да, ещё и оскорбительно выражаются. Так. В смысле, но она вообще не этого хотела. Да, это точно. То есть у нас в целом вот сексуальная проявленность женщины, она подвергается осуждению просто в разных формах. То есть как бы если она молодая, что она хотела, если она пожилая, то как бы... Что она ещё хочет. Да. Идеально. Да, прекрасно. И здесь опять же, у нас же есть очень много чувств на самом деле, которые мы не осознаём. Одно из таких чувств – это зависть. И зависть – очень неприятное чувство. Мы не любим его переживать. Более того, зависть же осуждается. У нас же порядочные люди зависть не испытывают. Но если испытывают только белую зависть, которая, значит, их тоже самих там... Мотивирует. К вершинам. Да. На самом деле нет. У нас зависть – это базовый механизм. Который работает через обесценивание. И поэтому, поскольку, опять же, у нас в обществе есть очень большая конкуренция за мужчин. Поэтому что нужно сделать с конкурентками? Обесценить. Потому что зависть... Ну, её, правда, сложно проживать. Неприятное чувство. И поэтому, да, вон она старая, а декольте надела. А это ноги выставила, ещё каблуки напялила. А у этой машина дорогая. Все понимаем, откуда она взялась. Слушайте, а насколько длинная дорога секса сейчас в нашей стране? Можете ли вы сказать, что удлинились эти отношения, что люди стали себе позволять, что стали понимать, что в 50-60 секс не заканчивается, и что всё это абсолютно в рамках нормы приличий? Мне кажется, важное слово. Ну, мне кажется, что, да, проблема же в том, что очень часто люди-психотерапевты ищут постарше. Поэтому там 60-летних людей у меня как клиентов мало. Ну, я для них ещё молода слишком. Ну, да-да-да. Вот. А в целом от коллег я слышу, что, да, и там вот недавно тоже коллега делился про то, что пара ему 83, ей 79. Они обратились с вопросом, как им выставлять личные границы, потому что к ним приезжают дети. Ну, а детям, как вы понимаете, там 55-60. И дети считают, что к родителям не надо стучаться в спальню. А родители вообще-то там заняты делом. Невероятно. А вообще, если рассуждать, как бы уже, так сказать, завершая, про секс в жизни людей, это про свободу? Это про свободу. Это про свободу и это про контакт с собой. Невозможно переживать полностью сексуальность, не осознавая, как себя чувствует тело, какие вообще у меня переживания, какие у меня фантазии. Это про очень большой контакт с собой. То есть человек, который испытывает те или иные комплексы относительно себя, он никогда до конца не сможет быть, так сказать, открыть свою собственную сексуальность. То есть это дорога… Это будет мешать. И проблема в сексе в некотором смысле – это лакмусовая бумажка, которая говорит тебе о том, что у тебя есть, ну, есть что решать с самим собой. Да, есть какая-то часть себя, которая отвергается, не признаётся, да, там кажется стыдной про непринятие себя. Ну и поскольку вы так много лет уже в этой области и огромное количество пар к вам обращалось наверняка за помощью, можно ли сказать, что все проблемы так или иначе разрешим? Да. Это история про то, что это всё вопросы адаптации друг к другу, если мы говорим про пару, вопрос о договорённости и коммуникации. Даже в ситуации, когда у людей там есть абсолютно какие-то несовпадающие сексуальные сценарии, если разговаривать и договариваться, можно находить точки соприкосновения. Потому что, несмотря на то, что мы все разные, мы ещё и все одинаковые. И это утешительно как раз. Наташа, спасибо вам большое. Было чрезвычайно интересно. Тема всегда такая, она горячая для всех, но и, мне кажется, крайне важная, потому что это про свободу, и это про то, что про самопознание. Вот чего это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова